Еще бытность собственностью Екатерина II для охотничьего рода. То есть сейчас мы такого не найдем? Крик уничтожен. Охотничий домик под названием Крик был уничтожен давно, говорит Вера Дементьева. Но теперь его можно увидеть на картинах Александра Бенуа в кавалергатской комнате Павловского дворца. Он сюда приезжал еще в пятилетнем возрасте. Затем без конца, бесконечное количество раз сюда возвращался. Но, наверное, для нашего музея самая важная дата его пребывания в Павловске – это послереволюционные времена. Акварельные работы живописца, сценографа и историка искусства впервые привезли в Россию. 21 картина – это, как оказалось, своеобразное признание в любви к жене, а не к Арловне. Большинство из них хранились в семейном архиве Бенуа в Париже и были исполнены художником с натуры, либо по памяти. Более века назад Александр Бенуа именно в этом месте и рисовал памятник императору Павлу Первому. С тех пор ничего не поменялось, даже небо хмурое и пасмурное. На выставке можно увидеть живописные воспоминания о пригородах Петербурга и в первую очередь о Павловске. Здесь сын знаменитого архитектора Николая Леонтьевича Бенуа жил с пяти лет в конце 19 века. Александр Бенуа стал идеологом и основателем творческого объединения «Мир искусства». В разные годы он работал в комитете по охране памятников культуры, заведовал картиной галереи Эрмитажа и занимался оформлением спектаклей сразу в нескольких театрах. Позже в 1928, не выдержав кардинальных изменений в стране, Александр Бенуа эмигрировал из Советской России во Францию. Художник француз, который жил под Петербургом, его сердце передает всю его жизнь. Эта связь между Россией и Францией, она словно оживает вместе с этой выставкой. У нас общие исторические связи и общее будущее. К сожалению, внук Александр Бенуа, который так хотел посетить Россию, не смог приехать на выставку работ прославленного предка Дмитрию Ивановичу Вышнеградскому уже 93 года. Он хотел бы быть здесь, но в силу своего возраста, уже усталости, он уже не в состоянии путешествовать на дальние расстояния. Но он, конечно же, спросил точное время, во сколько будет открытие. По собственному признанию, больше всего в Павловске Александр Бенуа притягивал памятник Павлу I, что стоит перед дворцом и изображает императора таким, каким он был в жизни. С огромной треуголкой, на голове, со взернутым до карикатурности носом и в громадных ботфортах. Выставка продолжится до сентября. Сергей Семенов, Юрий Мороз, Шамиль Фабриков и Андрей Романов. Вести. Санкт-Петербург.